Время комиссии 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 Значит, так как весь удар сегодня принимает на себя, к сожалению, администрация, вот так как этот удар на себя и принимает, как мы будем защищены сегодня? То есть вот эта комиссия временная и, может быть, душевная, она постоянная даже была, об этом подумали. А как она защитит нас сегодня от переголосования? Вы же не берете на себя функцию суда, например? Или функцию, это же мир прокуратуры, которая здесь. Ни в коем случае. Сегодня вот этот опционал по проверке легитимности перехода одного дома из одной управляющей компании в другую занимается прокуратура по обращениям и, как аккуратор, основной по закону, там, будет государственная личная инспекция. А как депутаты нас защитят? Вот при нас поступает уже куча разного рода обращений, да? И на некоторые я персонально сам реагирую. Например, на Левый берегу я приведу для примера. Поступило обращение в то, что жители против компании, которая называется «Техноком». И попросили приехать главу, собрались в подъезде. Сколько человек? 70. Я приехал, мне жители показали, что дом находится в отвратительном состоянии. Он не убирается, не моется. Вообще просто кошмар. Я это все посмотрел. И они мне говорят, жители, глава, помоги. Как я могу помочь? Они сами выбрали эту компанию «Техноком». Глава, помоги нам. Мы хотим, чтобы была муниципальная компания. Дай нам муниципальную компанию. Помоги. Значит, ну мы среагировали, написали в инстанции, чтобы все проверили. То есть мы ограничены здесь, потому что выбираются бежицы. И, наверное, началось судебно отбирать. Вы знаете, какой результат, Андрей Николаевич? Да. Мы проиграли. То есть компания «Техноком» осталась управлять своими домами на Левом берегу. И оказывается, что в доме живут сотни людей, только 70 человек были за ДЭС. А остальные люди сказали, а нас устраивает эта компания «Техноком». Мы хотим прийти. Пришли, суды подтвердили. И мы оказались, мягко говоря, не очень в такой ситуации. Но так как эта компания, она действительно не убирала с домом. И только спустя один год, буквально неделю назад, признали ДЭС в управляющей компании «Техноком». Когда уже все поняли, что пусть это будет муниципальная компания. Поэтому смотрите, какой вопрос. Я хочу, чтобы вы все это четко понимали. Значит, основные жалобы у нас были к нам, которые поступали в секундочку, в администрацию. По компании «Добрый город». Значит, у компании «Добрый город» 90 тысяч за счетом, чтобы вы понимали, которыми она управляет. А судебных решений принято 60. И жалоб вообще суммарно написано 200. Вот вы и мы, вы все вместе, мы это проверяли, совместно с органами, сколько было жалоб. 200. Внимание, вопрос. 90 тысяч за счетом и 200 жалоб. Ну, то есть давайте мы просто здесь, не нужно, чтобы мы были не защищены от мошенничества, не преследовали чьи-то конкретные интересы. И были здесь регуляторы. Поэтому мы, как администрация, можем только реагировать, написать куда-то, позвонить в госжилу инспекцию. Например, Ванчук здесь находится, да? Да. Вот у нас сейчас, смотрите, вопрос важный, я не знаю, поднял, да? Находятся документы, как госжилу инспекции. И они уже там переживают вот это вот всего и нас спрашивают. А какая вообще ситуация? Я попросил подчеркать персонально со всеми теми председателями дома, которые сегодня там отголосованы или они там переводятся в какую-то другую компанию. Просто пригласить администрацию по протоколу и убедиться, они эти протоколы подписывали или они не подписываются эти протоколы. Тогда у меня будет хотя бы хоть какой-то инструмент. Но это максимум, что мы можем сделать как исполнительная власть, да? Потому что это выбирают жителей. А вы как защитите? Как вы и нас, и как вы защитите этой комиссии? Что она сделает? Спасибо, Дмитрий Владимирович. Хороший вопрос, кстати, очень. Я отвечу. Значит, во-первых, правильно говорить, что есть вопросы, есть масса обращений, в том числе и ко мне были обращения к совету депутатов, обращения по вот этим процессам перед этим изменением товарищей компании. Значит, моя позиция и позиция многих депутатов. Первое, что, конечно, мы ни в коем случае не имеем права подменять с собой каких-либо органов власти. Я имею в виду судебное, управление внутренних дел, прокуратуру, судебных приставов. Наша задача, вот правильно сказать, Дмитрий Владимирович, понять истинную ситуацию. И, наверное, вот эта комиссия, когда опять задается, что встретиться с жильцами, убедиться. Если есть решение судебное, что это недостоверное, почему не исполняется решение об исполнении, в смысле, по передаче компании, и вонрата назад, управления компанией, и вывода другой компанией. Помочь жителям провести собрание и при необходимости проконсультировать, принять участие, подтвердить легитимность данных собраний. Основная задача депутатов здесь, мы тоже прекрасно понимаем, мы не можем стоять в стороне, хотя мы предъявили, я еще раз подчеркиваю, совет депутатов должен действовать жестко в рамках законодательства Российской Федерации и не брать для себя тех полномочий, которые брать не должны. А депутатская комиссия, она может приглашать на свои заседания, скажем, пригласить представителя прокуратуры, пригласить сотрудников УВД и понять, если идут какие-то следственные мероприятия, в том, допустим, объеме, на котором это можно, он изложен. Привлечены ли какие-то виновные к ответственности и так далее, и так далее. Если судебное решение, почему, пожалуйста, она исполнена. Вот основная задача, я считаю, этой комиссии. Я думаю, что она принесет пользу и администрации, и жителям, в первую очередь, и поэтому я поддерживаю создание именно в таком виде, с такими задачами, это депутатская комиссия. Можно это, Николаевич, кто-то сказал еще? У вас, он же завтра, он мне надо добавить, что-то мы. Да, спасибо. Безусловно, мы должны действовать в раку закона, но вы поймите, ряд избирателей, нам много их или мало, но они недовольны. Более того, я вам скажу, что ко мне один избиратель, он ходит в постоянный прием, и он сперва возмущался, какая плохая компания ДЭСЖКУ. Потом он сказал, а вот у нас Добрый город теперь. Теперь он недоволен Добрым городом, он говорит, давайте нам ДЭСЖКУ, плохую компанию, верните нам ее. Вот, потому что Добрый город, ну, они там такие-раз-такие, там что-то там неправильно сделали. Вот, понимаете, но это наши избиратели, мы должны внимание привлечь, мы должны проработать вопрос, проинформировать председателя совета, чтобы он проинформировал жителей. И вот так, поэтому я предлагаю активнейшим образом депутата Раля Леонидов. Можно еще попроизводить, могу просьба внести еще дополнение, но важно. Смотрите, первый момент, что мы бы хотели, так как мы, как Митинский орган, и все обращения будут к нам, да, чтобы сотрудники администрации, обязательные жилищно-коммунального хозяйства, курирующие, управляющие компании в городе, а чтобы они обязательно в этой комиссии с вами присутствовали, давали разъяснения по существу. Потому что источник, они, чтобы, у нас не получилось так, что администрация в одном ключе что-то делает, и туда-туда уносит как единый организм. Нет, это безразуменно. Второе, есть просьба, вот сейчас, очень важная, смотрите как. Например, да, вот, я думаю, что коллеги из прокуратуры, я надеюсь, их тоже задержат это отношение, смотрите, очень важный момент, значит, кроме, вот, мы говорим о общественной работе, да, то есть мы просто выясним, спросим, подскажем, скажем, вот так вот. А можно ли, чтобы эта комиссия, вот смотрите, мы, допустим, задаем вопрос, есть управляющая компания, безличная какая-то, но к нам поступает обращение, жители пишут, мы платим деньги, подъезд не хотят ремонтировать, почему по губернаторской программе ремонтируют, у нас все ремонтируют, двор не убирается, и тут жалоба. Значит, мы присудим, ну, управление жилищно-экономерного хозяйства, и говорим, пожалуйста, давайте вы нам представьте информацию, ну, вы же управляющая компания, значит, вы публичные, вы открыты, дайте нам посмотреть, как у вас деньги расходятся, почему вы не хотите по губернаторской программе подъезды с нами ремонтировать, они говорят, ну ничего, давайте будем, до свидания. И просто до свидания сотрудникам ЖКХ. Ну, и мы, получается, в такой, как бы, некой ситуации, да, но если мы уже создаем к депутатам, давайте тогда мы эти вопросы тоже будем обсуждать, оказывается, есть управляющие компании на территории, которые не хотят разговаривать, как сейчас органа на исполнительной власти, как это так? Что значит, то есть к нам идут обращения, мы не можем погружать нашим сами избирателям, вот я, я же, вы поймите, колечко, я территорий, я же не только территорий, дай бог, я за этой комиссией, более того, чтобы не полномочия мы уже дали, чтобы она могла действовать, и она могла действительно как-то влиять, хотя бы минимально, чтобы мы могли документы посмотреть, те, которые в рамках закона нам дозволят, и сказать, что если у нас есть какое-то подозрение, мы напишем, когда прокуратура врачи будет, с какой-то управляющей компанию проверили. Или они напишут, у нас таджики живут в подвале, а мы не можем доступ туда получить, и вынуждены чуть ли не с полицией, там в лампу, сразу в подвал, чтобы оттуда таджика выселиться. То есть, ну, как бы, если мы уже делаем, давайте побольше просто дадим опции, те, которые нам поможут, я просто прошу свою честь в решениях, или в дальнейшем, на таком. Да, я понял. Я думаю, что это все правильно, и мы, естественно, именно это решение создания комиссии, дадим информацию в прессе, и мало того, дадим информацию зрителям, что, уважаемые товарищи, обращайтесь вот в эту комиссию по всем вопросам, которые связаны с работой управляющей компанией, именно даже с точки зрения или гептинности, или недостоверности информации, и так далее, и так далее. И дадим особой полномочия компании, обращаться от имени этой комиссии в прокуратуру, в следственные органы, предположим, если есть какие-то подозрения. Я думаю, что это будет очень полезная работа. И это будет сосредоточено, так сказать, и не размазывая по всему совету, а по всему совету, а по всему конкретно абсолютно конкретно. Так же, Виталий Николаевич, вот как сейчас этот орган, как мы комиссию создадут, значит, у нас 83 организации на территории химокинейства. Значит, они должны прийти, у этой комиссии будет проседать, как все эти депутаты, в обязательном порядке, с ним познакомиться, чтобы они их не ловили, там не бегали, а они их познакомили, и они поднимали, кто-то поднимали. Если он набрал, человек ему ответил, ну, у него люди сидят, например, чтобы было взаимодействие. Я поручаю правильный ЖКХ это взаимодействие организовать, чтобы управляющие компании понимали, что такой орган создан, администрация открытила тренингист по этому поводу, и что это уже не инициатива главы, потому что, короче, это все как-то стекает со мной скоро, да, как известно, как и хорошее, как и не очень хорошая новость. Поэтому, что это глянь от органов генерал-царских, и уже не уходят там все фракции, представители, или как-то, куда-то принуды решили. Вы настройте это взаимодействие, чтобы за ними не бегали, и не разогрели. Значит, жители к нам обратятся, мы потом будем вместе с этой компанией вызыванием, как у нас иногда порой бывает, что только история уже работала под этим. Дорожок, есть, спасибо. Значит, сейчас, секунду, я дремит вам. Я, смотрите, давайте последнее. Я сейчас предлагаю поставить на голосование, принять за основу данное решение. Заказать можно, или нет, Георгий? Сейчас, я вам расскажу. Можно я до голосования скажу? Я просто сам желаю. Спасибо. Ну, во-первых, по поводу того, что сказал Дмитрий Валерьевич, по поводу органов, которые создаются. Я хочу напомнить, что такой орган у нас уже создан два года назад. Он называется комиссия по ЖКХ. Соответственно, я думаю, эти вопросы, они относятся к компетенции комиссии по ЖКХ. Я думаю, что их там нужно оставить. А данная комиссия, она создается. Да, спасибо большое, кстати, Андрею Николаевичу, что он повернулся лицом к своему избирателю, который к нему ходит, и внес такой проект. Внес такой проект решения замечательный. Ну, пояснительная, правда, моя подпись, но он, как бы, это мелочи. Значит, у меня есть ряд поправок, которые я, соответственно, скажу чуть позже. А так, рамочно, комиссия. То есть, это комиссия. Давайте последнее. Ставлю на голосование, принять, наверное, проект решения за основу. Кто за? Спасибо. Против? Задержались? Нет. Так, теперь последнее. Преступаем к рассмотрению до заяни. Александр Сергеевич. Ну, в соответствии с программой, которая предварительно проведена, поэтому мы против. И в соответствии с тех письмом, которые все получили, я не буду править. Я предлагаю отбораться Единой России по-другому, и премьер-промиссанию Павловича Иисусу Владимира Ивановича Что касается избрания председателя комиссии, то председателя избрали. Ну, у нас время это заседание комиссии. Спасибо. Значит, я правильно понимаю, что вот уже вот пункт 3, где персонажи задержали, задержали. Дарья Ивановича, у меня по поводу поправок, значит, считаю, нужно уточнить в пункте 2, в первом пункте собственников макуративных домов, проведенных, по мнению заявителей, с нарушением закона. в том числе, я имею в том числе, проведенных по мнению заявителей, с нарушением закона, поскольку это будет удовлетворять духу комиссии, чтобы, ну, то есть это как-то отдельно выделить. Если где-то, если где-то проходит общий салгарный собственник, оно прошло хорошо и человек хочет этим поделиться, ну, я тоже считаю, что это неправильно, это, конечно, тоже про это можно рассказать. Плюс в пункте 5, где привлечь к работе временной комиссии право совещательного голоса, у нас там пусто, но по положению о временных комиссиях мы можем привлекать к работе общественников и компетентных людей в данной сфере. Соответственно, насколько я знаю, привлечены, хотят быть по работе этой комиссии от Афанова, Зуфия Тайчеевна, Борисовский, Андрей и Мышкин. Дмитрий, я их просто точно не знаю. Насколько знаю, от них есть заявления, они квалифицированные в сфере ЖКХ люди. Спасибо. То есть, как бы, ну, а вы, то не точно. Спасибо. Для вас просто. Значит, и... Давайте последнее. Я сейчас еще анкредитное предложение выставать. давайте, я дверь уже поставил, сейчас отрече поставлю, и все правильно. И, соответственно, считаю необходимым, внести пункт, поскольку вопрос рассматривается очень долго, и, ну, есть как бы потребности в работе комиссии. Я предлагаю внести пункт первого заседания временной комиссии провести фронт до 5-го, 12-го, 2018-го. Давайте последнее. Первое. Значит, я свое мнение перескажу, что я думаю, уже не надо писать в решение сайта депутатов такие фразы как по мнению или по информации. Какая-то категория всех собраний, она включает в себя все собрания, которые легитимные, которые считаются нелегитимными, которые приняты решение суда. Но, тем не менее, вот, конкретное ваше предложение внесения изменений в первый пункт. Сформулируйте его еще раз. в том числе проведенных по мнению заявителей с нарушением закона. То есть, я просто уточняю, что он как бы этим... Все понятно. Кто за принятие данного замечания депутатов и органов нанесения данной поправки? Спасибо. Против? Спасибо. Это решение не принято. Далее. Андрей Михайлович, сначала, давайте последнее. Я прошу, ваши кандидаты для включения в состав комиссии. Александр Малышевич, это не мои кандидаты? Нет, это ваша фракция. Наша фракция выдвигает меня и, естественно, надо ее власти. Я запишу, Саша, поздравление. Спасибо. Спасибо. Дай ее рассмотрим. фракция ОДПР. Сегодня я могу еще раз. так, фракция ОДПР в Санкт-Петербург, в предыдущем, безусловно. Фракция Россия'я Андрей Вадимович, заинсты Ильича. Продолжение следует... 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 Это заявление будет передано в комиссию, и комиссия привлекает их к работе совершенно на законных основаниях, соответственно с регламентом. Ну разница тоже. Значит, последняя поправка ваша, Андрей Михайлович, по поводу срока проведения первого заседания комиссии, поскольку в последнем пункте написано, что ответственность за реализацию данного решения является отсюда, я, председатель депутата, поэтому я планирую, что на следующей неделе мы соберем первое собрание этой комиссии депутатской. Я сказал уже, что на следующей неделе собрание проведем, и проведем его, я думаю, с повестки дня, это избрание председателя и секретаря, как в соответствии с положением, и дальше, наверное, подготовки предложения о конкретных шагах и действиях этой комиссии. Ну, назовем его планом работы, хотя бы на предстоящем периоде. По срокам работы комиссии, которые определены у нас в мае месяце, 19-го года, есть какие-то вопросы или нет? Потому что я так понимаю, что если будет необходимость, а может быть она появится, подлить эту работу до конца, мы принесем соответствующие решения. Тогда старое голосование решения о принятии решения о создании времени депутатской комиссии. С персональным составом я еще раз сочетаю Викушин, Суслов, Молодина, Стасенко, Золя, Молодников, Фельхилов, Бессонов, Зайцев, Месецкий, Алиев, Наганов. Кто за принятие данного решения, прошу вас за. Против? Возвязались нет. Спасибо, решение принято.